Да, уже не сплю. В смысле, как домой не пускают? Два часа ночи же. Я тебе давно говорил, надо разводить. Ладно, приезжай давай. Так, что у нас тут пожрать сегодня? Сыр с плесенью, котлетки с плесенью, хлебушек с плесенью. О, йогурт живой пока, без плесени вроде бы. Так, а что у нас тут в составе? Обезжиренное молоко, сахар, фруктовый наполнитель, загуститель, краситель, ароматизатор, сухое молоко, крахмал. О, йогуртовая закваска. Вот, даже сливки есть немножко. С 1919 года из свежего молока. Что интересно скрывается за этой фразой? То, что им сто лет или то, что там есть натуральное молоко в составе? Что-то я его там не заметил. Это видеоблог о том, как бренды зарабатывают на таких простых покупателях, как мы с тобой. А бренд-менеджеры называют нас просто «Целевуха». С 1919 года из свежего молока. На самом деле эта надпись означает, что уже в следующем году будет ровно сто лет с того момента, как основатель этой компании, первым в Европе, стал производить йогурт, как средство от дисбактериоза. Конечно же, европейцам в начале 20 века это очень нужно было. Но я думаю, что с тех пор состав очень сильно поменялся и никаким свежим молоком здесь особо не пахнет. Всем из самого детства любим слушать интересные истории, которые нам с детства перед сном еще мама читала. Теперь и бренды подсаживают нас на такие вот сказочки, создавая эмоциональную связь со своим продуктом. У маркетологов это называется модным словом «стори-тейлинг». Это реальная или вымышленная история о том, через что прошел бренд, прежде чем попасть в твой холодильник. О, приехал. И не забывайте читать надписи под звездочкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...